Вы сказали о том, что февраль месяц нам может подарить яркий парад громких отставок. Скажите, пожалуйста, кого с вещами на разных выходах мы сможем увидеть? Я думаю, готовится, судя по всему, недовольный министр внутренних дел на Банковой упорные слухи о том, что глава СБУ, который в фаворе по банку, может сесть, как говорится, в кресло здания и на улице Богомольца, руководить МВД, что, ну и судя по всему, как говорится, соответственно, будет новый глава СБУ. Не исключено, что Буданов, хотя я скептически отношусь к возможности его назначения, возможно, он и сам прекрасно отдает себе отчет о том, что он не готов, у него нет опыта управления войсками. Ну и даже, опять же, несмотря на ряд удачных диверсионных операций, более-менее серьезные операции, требовавшие такого планирования и организации, как там три попытки штурма Энергодара, который организовывал ВУ, ну, они не увенчались успехом. Это, как говорится, уязвимое место Буданова. Но, как говорится, есть харизма, и хорошо работают, как говорится, его команда, которая занимается информационным сопровождением, есть внешняя поддержка. Поэтому, судя по всему, возможно, получит новое кадровое назначение. Ну и не исключаю того, что будут какие-то пертурбации в кабинете министров, ходили упорные слухи про Кремьера, пока это окноманчивается, судя по всему. Но ряд, допустим, министерств, учитывая то, что крайне такая запутанная и сложная экономическая ситуация, январь мы благополучно проскакали на одной ножке, что называется. Хотя, да, многие прогнозировали трудности с бюджетом уже в январе, но, благо, как говорится, в декабре в Украине подкинули денег, новые кредиты, гранты. Как говорится, конец года был более не менее, и это позволило, с учетом того, что в январе у нас, как правило, расходы минимальны, прожить январь. Но дальше, дальше у нас, у меня нет хороших новостей в плане экономического и финансового положения страны. По поводу отсутствия хороших новостей, Андрей Владимирович, мы с вами поговорим в разрезе тех решений, которые могут быть приняты со стороны властей Соединенных Штатов Америки. Вы упомянули Сергея Шепталова, начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины. Он, кстати, сегодня, 5 февраля празднует день рождения. И Валерий Залужный его поздравил, опубликовал очередное селфи на своей страничке в Фейсбуке и написал следующее. «Я счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина действительно превыше всего. С днем рождения, друг, верим в лучшее. Мы его уже заслужили». «Прощальное письмо». Ну да, я абсолютно согласен, это напоминает то, что, как говорится, не в самом бодром расположении духа это поздравление описалось. И, естественно, тут подтекст того, что это письмо прощальное, безусловно, присутствует. Я думаю, и Шептала, и Залужный прекрасно понимают, что решение уже принято, и это только вопрос, если оно будет реализовано. То есть, ибо, опять же, несмотря на критическое отношение заокеанских партнеров к подобному решению, тот же Сальван признал, что это право президента, право политической власти принимать решения относительно военных кадров, в том числе и высших. То есть, тут вопросов нет. И понятно, что есть определенные фобии, и на банковое там не случится лишь подобие бунта, там в военной среде уже пошли там качать тоже, как говорится, пытаться вакцинировать эту тему, что это все Порошенко качает. Ну, понятно, что недовольство в армии будет. Понятно то, что можно там, опять же, по-любому относиться к Залужному, но худо-бедно, в отличие от многих генералов, авторитет в армии у него есть. И понятно, что когда авторитетную фигуру убирают, как говорится, из раскладов, это не лучшим образом сказывается на моральном духе. Тем временем, Андрей Владимирович, вот только что появилось заявление от Сергея Наева, это командующий объединенными силами украинской армии, он говорит, что Украина получит от западных союзников F-16 с ракетами на 300-500 километров. В Москве, Питеру, кому там еще приготовиться? Нет, ну, знаете, пока он же не уточнил, какие это ракеты. Воздух-земля, воздух-воздух. Для наших ВВС проблемы российские, там, по-моему, Р-37 или Р-47, для ракеты большой дальности, которые там с У-30-х, С-35-х запускались, там, с дальностью, там, по-моему, порядка, там, 250-300 километров. Ну, все же требует конкретизации. Ну, не вот этот жанр, что, как говорится, вот в 24-м мы обязательно получим. Ну, тут мне тяжело себе представить, там, Черчилля того, который там бы рассказывал о том, что мы получим, там, американскую технику, там, в следующем году. Тут важно, по факту, есть она или нет. Пока их F-16 нет. Ну, у нас уже были секты, свидетелей Байрактаров, секты свидетелей... Джевелины, святой, да, святая джевелина. Да, да. Леопардов. Ну, нет вундерваффе какого-то чудо-оружа. Любая техника, она, как Байрактары, там, пока были вот эти... Была военно-полицейская операция марта, февраля-марта 2022 года, когда колонны российской техники не были прикрыты ПВО, они прекрасно делали свою работу. Ну, когда линия фронта стабилизировалась и появилась плотная ПВО, Байрактары уже не показывали вот этих результатов. Просто, попросту сбивали. Точно так же, как Леопарды и Абрамсы, ну, как и любая военная техника, она подбивается, горит, вундерваффе нет. Точно так же, как и F-16, тут конкретно, какой там блок-30, блок-50, какая модификация F-16, поскольку там F-16... Они не дают какого-то большого преимущества по сравнению с Су-35. То есть, если это современных модификаций, это одно дело. Если, как говорится, не прошедшие модернизацию, это совершенно другое. То есть, а так, это, ну, элемент пропаганды, это, ну, как бы, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо. Вот, из этой серии. Ну, по-моему, сейчас mainstream меняется. Посмотрите, как масса, там, в ютюбе, в шотцах, там, роликов о том, что там не надо недооценивать, враг силен. Ну, по-моему, это, ну, надо было еще в 22-м году об этом говорить. А у нас же еще и целые 23-е годы рассказывали про этих проворков, про чмобиков. Ну, как говорится, оказалось, что все выглядит немножко не так. Поэтому давайте, вот, и появятся F-16, будем, как говорится, о них говорить. Что они могут, что не могут. Сколько, как говорится, не говори халва, от этого во рту знача не станет. Члены секты Светланы Лады Руси обратились в Центр избиркома российской, Генеральную прокуратуру, администрацию президента с запросами о Владимире Путина. Не правит ли страной его двойник? Не сошел ли Путин с ума и не является ли тайным иудеем? Сектанты решили выяснить, кем на самом деле является Путин. Не состоит ли он в сговоре с таким же иудеем Владимиром Зеленским, который развязал войну ради освобождения земель России и Украины для евреев. Впрочем, члены секты также подозревают Путина в том, что он сумасшедший, и не исключают поклонники этой секты и подмены Путина двойником. Интересно у них там выбор. Это чистой воды политическая технология. Я могу сказать, что, во-первых, что произошло с патриотами, мы все видели. Пригожин испарился в небе, Стрелкова отправили на 4 года поразмышлять. И не исключено, что он просится на фронт, поедет на фронт. Ну, скорее всего, героически ляжет ко СМИ. Вот, как говорится, такая оппозиция не нужна. То есть, либеральную оппозицию и на агентов зафаршмачили, заклеймили, то есть, не извои. И теперь, как говорится, в один ряд, кто выступает в качестве оппонентов оппозиции национальному лидеру, ну, надо поставить еще парочку городских сумасшедших клипоков. Вот это. Тем более, и заодно, там, в очередной раз ткнуть перстом о том, что президент Украины там лицо библейской национальности, ну, как говорится, с дальним прицелом. Вот. Чтобы потом еще порассуждать про Новый Иерусалим, про Новую Хазарию и так далее. То есть, ну, решается целый ряд политехнологических и идеологических задач пропагандистских в том числе. Поэтому, судя по всему, вот это уже, как говорится, подвязано под выборы. То есть, чтобы показать, ну, чего стоит оппозиция Владимира Путина. И на агенты, и на городские сумасшедшие. Ну, кстати, если мы говорим с вами о президентских выборах в России, то вполне ожидаемо, вполне предсказуемо Бориса Надеждина не зарегистрировали в качестве кандидата. Естественно, ну, как говорится, слишком уж резво у него пошло. Оказалось, что есть те, кто недовольны, те, кто хочет мира. И все это, естественно, ломает вот эту пропагандистскую картинку того, что 80% однозначно за, 80% поддерживают. Вот, а тут оказывается сотни тысяч поддерживающих потенциально кандидатов. Ценой повесткой. Такая оппозиция Кремля не нужна. Естественно, ну, вполне, как говорится, с помощью крючкотворства и бюрократии его снимают с пробега. То есть, там выписано, то есть, российской бюрократической машине, должна она там посмотреть избирательное законодательство, там так, как говорится, выписано все. Противо красиво, с точки зрения, как говорится, легитимности, там, и не придерешься. Ну, знаете, гитлеровской Германии судили строго по закону. Противо того, что эти законы, они были, как говорится, с правом имели мало общего. Вот тут, как говорится, все делается филигранно, точно. Поэтому ничего надежды на ничего удивительного нет. Это тоже абсолютно продуманный политехнологический ход. Известный украинский политехнолог Андрей Золотарев был сегодня вместе с нами на Политэк. Андрей Владимирович, как всегда, спасибо вам за интересный разговор, за прекрасный эфир. И также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Спасибо за то, что вы вместе с нами. И берегите себя. До новых встреч и всем всего доброго.